Рома прикатил в офис на недавно купленном самокате. Благодаря подработкам он, наконец, смог приобрести хоть какой-нибудь транспорт. Молодой человек давно мечтал об этом, так как это экономило время. Он иногда опаздывал на работу, потому что еще и учился. Приходилось совмещать, ведь его семью настигла непростая ситуация. Парень не был каким-то накачанным Рэмбо. В школе одноклассники дразнили Рому, и это повлияло на множество комплексов мальчики. Он был слишком худощавого телосложения, поэтому казался смешным. В своих мечтах он представлял себе службу в армии, так как ему хотелось иметь спортивную фигуру. Однако паренька не взяли служить из-за его болезни. Немного подлечившись, Рома начал заниматься спортом, гуляя по утрам по городскому парку. Его отец работал на овощной базе. Чтобы успеть перевезти продукты, он поднимался ни свет ни заря. Однажды Никита Николаевич не мог уснуть из-за шумной соседской гулянки. На работу мужчина вышел сонным и попал в аварию. И это сделало его инвалидом. Теперь отец Рома передвигался на инвалидной коляске. А его пособия не хватало на расходы семьи. Мама работала в местной больнице медсестрой. И после той аварии ей пришлось уволиться, чтобы ухаживать за мужем. Когда мужчина стал немного передвигаться по квартире, Валентина снова вернулась на место медсестры. В выходные она дополнительно работала. Ведь денег семье катастрофически не хватало. Рома понимал, его помощь просто необходима. Он перевелся на заочное отделение и устроился работать туда, где требовались знания программиста. Парень трудился на совесть. В офисе молодого человека дразнили. Угрюмый, худой, вечно что-то печатающее. Рома слышал, как сотрудники шептались в завиде его. Ему было очень обидно, что люди осуждали его за внешность и совсем не обращали внимания на дела. В офисе работала Инна. Она была старшим менеджером и довольно хорошо разбиралась в программировании. Все коллеги мужчины любили красивую стройную девушку. Роме Инна тоже нравилась, однако он понимал, что такую барышню будет непросто завоевать и старался смотреть на нее, как на сотрудницу. Парень подружился с уборщицей Викой, которая была в офисе таким же, как он, изгоем. Ей приходилось подрабатывать, чтобы оплачивать учебу в политехническом. Помочь девушке было некому. Она была сиротой. Роме было приятно общаться с Викой. А она жалела его, зная, как тяжело ему быть в роли гадкого утенка в коллективе. Около года назад по фирме поползли слухи, будто у них завелась крыса, сливающая важную информацию конкурентам. Это повлияло на невыплату премий сотрудникам. Начали подозревать спокойных и тихих коллег. Рома ловил на себе косые взгляды сотрудников. В столовой кто-то предложил, что крысу нужно проучить. Студент увидел свой продуктовый контейнер в мусорном ведре, а на столе перевернутую кружку с кофе. Вернувшись в офис, он обнаружил на бумагах надпись «Предатель». Пренебрежительное отношение коллег сильно задело паренька. Несмотря на то, что он пытался перед всеми оправдаться, никто ему не поверил, даже менеджер Инна. Кроме того, она собственноручно подливала масло в огонь. Как-то Рома услышал разговоры коллег. «Я вам точно говорю, это он. Ведь все это началось, когда он к нам пришел работать. Сам заходит о действительности крыса». Теперь все в офисе были уверены. Это Рома. Парня вызвал директор к себе в кабинет. У него не было доказательств, однако все указывало на паренька. Рома сильно переживал. Он остался помочь Вике после работы. Она не могла поднять ведро из-за напряженных занятий физкультуры в институте. Рома носил ведра, а сам делился случившимся в офисе. Девушка удивленно выслушала и дала молодому человеку совет быть начеку. После тех слухов прошел месяц. Парень забыл о них и спокойно работал, разрабатывая для начальства новую программу. Как-то он засиделся в кабинете допоздна и ненароком взглянул в окно. Было уже темно. Рома спешно оделся и побежал к проходной. На посту охранники потребовали у парня вывернуть карманы. Не понял, что случилось, спрашивал изумленно молодой программист. Старший менеджер приказал, ответил охранник, подталкивая паренька к стене. Что ты там несешь в карманах? Все знают, чем ты занимаешься. Роме стало неприятным. Еще никто так неуважительно с ним здесь не разговаривал. Он вывернул карманы пиджака, но кроме телефона, ручки и записной книжки там ничего не оказалось. Брюки показывай, приказал охранник. Протянув руку в карман, Рома нащупал там какой-то продолговатый предмет. Его там точно раньше не было. Программист вытащил вещицу и положил на стол. Ребята, я не знаю, как эта флешка у меня очутилась, проговорил он умоляюще. Конечно, ты не знаешь, захохотал охранник. Все, что в твоем кармане, это только твое. Рому с позором выгнали из офиса, когда обнаружилось, что на флешке была ценная информация для конкурентов. Парню не выплатили зарплату и занесли его в черный список. Теперь его как программиста никто не возьмет в будущем на работу. Как не умолял директора Рома, тот ничем не мог помочь. У начальства были против него доказательства. Парню было горько и обидно на душе, что кто-то подкинул ему эту флешку. Он ушел из офиса, словно побитый щенок. Услышав о произошедшем, Вика тут же примчалась поддержать Рому. Не волнуйся, может все образуется и найдется та крыса, которая тебя подставила, утешала его девушка. «Если только мне посчастливиться», ответил молодой человек задумчивости. «Ты мне звони, а я буду держать тебя в курсе событий», произнесла Вика. Ей не терпелось узнать, кто мог подставить невиновного Рому. Они попрощались, и парень уехал домой на своем самокате. С тех пор у него наступила депрессия. Ночами он играл в видеоигры, а днями отсыпался. Никто не хотел брать его на работу из-за черного списка. Вика иногда названивала ему, но это не давало парню упасть духом совсем. Как-то она подала ему идею. «Ром, а ты не пробовал открыть доступ к скрытым файлам, ты же умеешь это». У парня появилась мысль. Вечером он зашел на сайт фирмы и принялся проверять отчеты и папки. Он хотел оправдать свое имя и вычеркнуть его из черного списка, чтобы потом устроиться на работу. Перепроверив все, он вспомнил, как пару месяцев назад он пытался подключить видеонаблюдение. Рома открыл запись и понял, не зря он решил взяться за это дело. «Рома, иди завтракать!» позвала сына мать. «Нет, мамуль, потом поем!» прокричал он на ходу, выбегая из комнаты. «Нашел, наверное, работу, — подумала мать. Из гостиной показался отец на инвалидной коляске. Снова он не спал всю ночь, — спросил мужчина. Просидел в своем компьютере, на столе записи какие-то. Вздохнув, сказала мама и пошла на кухню. Тем временем, Рома уже подъехал к офису. Он хотел пройти мимо охраны, однако ребята его быстро скрутили, сказав, «Тебя приказали сюда больше не пускать. Кто? Начальство!» «Ладно, пустите, я уйду», — ответил Рома, кивнув. Вика мыла полы на проходной. Увидев Рому, она упала, сделав вид, будто поскользнулась. «Как же больно! Наверное, ногу сломала!» — закричала она. Охранники кинулись к ней. В тот момент паренек прошмыгнул мимо поста и оказался на четвертом этаже у кабинета директора. Начальник находился там один. Он разговаривал с кем-то по телефону и пил кофе. «Какая удача!» — решил про себя Рома и зашел без стука. Изумленно взглянув на бывшего сотрудника, директор положил трубку. Рома начал рассказывать, чтобы его никто не выгнал из кабинета раньше времени. «Я докажу, что информация слита не мной. Вы удивитесь, узнав, кто действительно является предателем!» — произнес парень. «Ладно, докажи это!» — предложил директор. На экране ноутбука показалась запись, где менеджер Инна взломала сервер фирмы и скинула информацию на флешку. Затем она прокралась в кабинет Ромы и засунула флешку в карман сменных брюк паренька. Он переодевался обычно в них после работы, чтобы было удобно возвращаться на самокате. Инна знала об этом. Затем директор и Рома зашли в кабинет старшего менеджера и молодой человек взломал почту Инны. Все увидели, что девушка сливала конкурентам ценную информацию их компании. Это длилось более года. Глава фирмы был шокирован происходящим за его спиной. Инну уволили. Перед Ромой директор извинялся. Пригласил его работать обратно на место старшего менеджера. Молодой программист радовался. Он благодарил за помощь Вику. Для него ничего не значил социальный статус человека. И на девушке он давно подумывал жениться. Окончив учебу, молодые сыграли свадьбу, на которую пригласили практически всех коллег по работе. А они поздравляли пару и радовались счастью молодоженов. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий 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 Продолжение следует...